Совместный фронт против новой войны. Сегодня ночью Совбез ООН решал, что делать с ракетной программой Северной Кореи. Удалось ли договориться и что за секретный план, якобы придумали в Вашингтоне. Дмитрий Анопченко знает детали. Дождливым нью-йоркским вечером дипломаты собирались на заседание Совбеза. Казалось бы, все уже решено, но с балкона пресса видно. Некий Хейли до последней секунды о чем-то говорит с представителем Китая. Уговаривает, просит, убеждает. Заседание открыли совместным заявлением от имени Совбеза. Совет Безопасности решительно осуждает запуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией. Из выступления американского посла становится понятен расклад сил в этом зале. Мир объединился против Северной Кореи. В этом нет сомнений. Пора северокорейскому режиму понять всю опасность, которой он подвергает свою страну. США не позволят продолжаться беззаконию, и весь мир нас поддерживает. В речи Хейли, она выступала первой, многие обратили внимание на слова тех, кто в этом зале едины, и Соединенные Штаты, и Китай, и Россия. Неформально дипломаты говорят, что таким образом американский представитель хотела не столько заявить о единстве всему миру, сколько публично закрепить те неформальные договоренности, которые были достигнуты между странами по Северной Корее. Но противоречия проявились прямо на этом же заседании. И стало понятно, о чем Хейли до последней минуты просила китайцев. Да, и Россия, и Китай осудили Ким Чен Ина, но одновременно дуэтом высказались против новых санкций со стороны Америки. Китай призывает государство остановить практику персональных санкций против лиц и компаний в других странах. Необходимо также исключить дополнительные односторонние санкции сверх те, которые принимаются самим Советом. По сути, Пекин и Москва пытаются блокировать новую американскую стратегию, которую избрал сейчас Вашингтон. Ее не озвучили публично, но, по всей видимости, штаты решили точечно бить по тем, кто торгует с КНДР, вводя персональные санкции и лишая Пхеньян валютных заработков. Это и натолкнулось на яростное сопротивление Пекина и Москвы, и обе стороны решили внутренний конфликт вынести на публику. Поэтому в кулуарах ООН журналисты зря ждали официальных заявлений по итогам Совбеза. Трибуна так и осталась пустой. Пробегающие мимо участники заседания отделывались лишь короткими репликами. А Хейли и вовсе не вышла к прессе. И еще одна информация, которая из тайной стала явной, предложение разведки по Северной Корее. Авторитетный журнал National Interest сегодня опубликовал сенсацию. Якобы существует, утвержден, разработан так называемый план 50-15. Он предполагает физическое устранение лидера Северной Кореи. Якобы избавиться от Кима должны в результате совместной операции Соединенных Штатов и Южной Кореи. В противовес этому, используя метод кнута и пряника, глава Пентагона Джим Мэттис публично заявил сегодня утром. Соединенные Штаты еще не исчерпали дипломатические возможности по урегулированию кризиса. А Совбез накануне очень четко дал понять, ООН силовое решение не санкционирует. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер.